Сегодня в Приворском федеральном округе отмечают День Волги. Праздник относительно молодой. Его учредили в 2008 году. В Самарик празднованию подошли творчески. В честь большого события самое большое фото. Зимой, летом, утром и вечером. Кто собирал мозаику Великой Русской реки, расскажет Дарья Волгова. Предварительно, сделав зарядку, самую большую фотографию Волги, школьники разворачивают, играя в ручеёк. 25 метров ширины, глубины и силы. И всё, как в песне, среди хлебов спелых и снегов белых. Фотомозаику собирали целый год. Педагоги, ученики, родители фотографировали Великую Русскую реку и зимой, и летом, и с берега, и с корабля, чтобы в результате вышло самое большое изображение Волги. Я участвую в этом флешмобе, для меня это большая честь. И это прекрасно, что в нашей стране, наша страна самая большая, и у нас существует такая великая, известная всем река. День Волги – праздник относительно молодой. Его учредили в 2008 году. Традиционно, 20 мая во всех регионах Приволжского федерального округа экологи обсуждают состояние реки и напоминают жителям о своём долге перед Волгой. Её протяжённость почти 4000 километров, это 8% от всей площади страны. По ней отправляли торговые суда, о ней пели песни, с неё писали картины. И называют её никак иначе «Волга-мать». Однако будущее Великой реки так или иначе в руках человека. Первая проблема – это отношение человека к тому, что его окружает, отношение человека к реке. То есть, если мы будем при осуществлении хозяйственной деятельности, стремиться минимизировать своё воздействие, меньше сбрасывать загрязняющих веществ, в быту при посещении, скажем, природы, просто с семьёй на пикнике, если мы не будем оставлять после себя отходы, не будем разрушать естественную экосистему, естественно, это всё будет благоприятным образом складываться на состояние реки. Впрочем, участники флэш-моба хорошо уяснили, что это не просто река, а… ЖИВАЯ ВОЛГА! Дарья Болгова, Виктор Соколов, Новости губернии.